Далёкий 50-й год С пожелтевших фотографий тех времён на нас глядят девчонки и мальчишки, тесным кольцом окружившие своих преподавателей. На этом снимке преподаватель по классу Баяна Анатолий Маркович Фёдоров. В 1955 году Анатолий Маркович возглавит школу. С 1959 по 1963 год директором школы был Кузовков Борис Николаевич. С 1963 по 1965 год Шишов Виктор Васильевич. А с 1965 по 1967 год Скляров Анатолий Артамонович. В середине 60-х годов молодыми преподавателями пришли работать в школу супруги Измайловы Владимир Иннокентьевич и Раиса Семёновна. Талантливые педагоги, душевные люди, музыканты с большой буквы. В 1967 году Владимир Иннокентьевич становится директором и школа находится под его руководством до 1974 года. С 1974 по 1993 год школой руководил Журавлёв Юрий Викторович. А с 1993 по 2015 год директором школы являлся заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Алексеевич Малярчиков. В 1972 году Виктором Алексеевичем был создан камерный хор, знаменитый в нашем крае и известный далеко за его пределами. Лауреат Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества. В его состав вошли металлурги, работники культуры, энтузиасты хорового пения. За время своего существования коллектив посетил концертные площадки Москвы, Новосибирска, Владимира, Суздаля, Иркутска, Читы и многих других городов России. Созданный в 1987 году дуэт баянистов преподавателей детско-музыкальной школы Владимира Михайловича Валеева и Евгения Геннадьевича Афанасьева многократно становился лауреатом конкурса исполнителей на народных инструментах Николая Павловича Будашкина. Сегодня они заслуженные работники культуры Читинской области и Российской Федерации. 2002 год. Год основания ансамбля преподавателей детской школы искусств «Воин», художественным руководителем которого является заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Михайлович Валеев. Первоначальный состав ансамбля отличался от нынешнего. Его участники Валеев Владимир Михайлович, Афанасьев Евгений Геннадьевич, Жукова Татьяна Андреевна, Лерих Наталья Юрьевна, Крысин Николай Александрович, Валеева Анна Владимировна и Ковалев Олег Иннокентьевич. В 2006 году состав ансамбля уменьшился по тем или иным причинам. Появился новый участник, молодой специалист Загвоздкин Андрей Владимирович. С 2007 года в ансамбле появились солисты Горбушина Наталья, Карелова Дарья и Мельникова Валентина. Разнообразный песенный материал обогатил репертуар ансамбля. Ансамбль является лауреатом региональных и международных конкурсов. В разные годы количество учащихся колебалось от 50 до 250 человек. И за 65 лет своего существования более 600 выпускников. Многие из них продолжают свою деятельность в городе Чита и Забайкальском крае. Часть уехала работать в соседней области Бурятию, а кто-то из них сейчас трудится даже за пределами России. В разные годы в школе трудились преподаватели по классу Баяна. Преподаватели по классу «Фортепиано». Преподаватели по классу «Домры». Калугина Ольга Андреевна, Кузнецова Татьяна Ильинична, Калугина Татьяна Андреевна. Преподаватель по классу «Балалайки» Банин Виктор Ильич. В настоящее время из 17 педагогов, работающих в школе, 15 человек – бывшие ее выпускники. Следуя традициям и продолжая дело своих педагогов, коллектив школы высокопрофессионально решает задачу воспитания подрастающего поколения, юных музыкантов и танцоров. Школа живет, развивается и обогащается новыми достижениями. Насыщена и многообразна концертная жизнь школы. В стенах школы проходит большое количество мероприятий в форме тематических, шефских, плановых и отчетных концертов. Кроме того, преподаватели и ученики участвуют за пределами школы на самых различных концертных площадках города и района. Школа тесно сотрудничает с образовательными и культурно-досуговыми учреждениями города. С целью профориентации проводятся многочисленные концерты для детей детских садов и учащихся общеобразовательных школ города, а также для детей и взрослых инвалидов, людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, тесно сотрудничая с социальным учреждением ветеран и школой слабовидящих. Учащиеся и преподаватели школы активно принимают участие в городских мероприятиях, посвященных Дню города, Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню воинам-интернационалистам, организованных Дворцом культуры и спорта. Традицией для школы стало проведение межрегионального музыкального фестиваля «Петровская копель». В рамках фестиваля проводится конкурс исполнителей на народных инструментах, а также смотр фольклорных ансамблей и вокальных групп. Фестиваль проходил в 2003, 2007, 2013 и в 2016 годах, участниками которых являлись учащиеся детской школы искусств и фольклорные группы Хилокского, Красночекойского районов Забайкальского края, Мухаршибирского, Бичурского районов Республики Бурятии и города Улан-Удэ. Целью фестиваля является сохранение фольклорных традиций инструментальной и вокальной музыки Забайкалия, а также рост исполнительского уровня учащихся отделений народных инструментов детских школ искусств региона. Уровень проведения и организация фестиваля высоко оценивались участниками и жюри конкурса. Председателями конкурса являлись преподаватели Забайкальского краевого училища искусств Некрасов Владимир Борисович, Кананчук Александр Валерьевич, Скрипченко Евгений Александрович. Каждый год в апреле проводится отчетный концепт школы, где принимают участие и отчитываются все отделения, а их в школе четыре – фортепианное, народное, теоретическое и отделение хореографии. Каждое отделение в равной степени вносит свою частицу в развитие школы и воспитание подрастающего поколения. Фортепианное отделение существует с 1950 года, то есть со дня основания школы. В настоящее время на отделении работают шесть педагогов. Заслуженный работник культуры Читинской области Федотова Галина Леонидовна, Дереглазова Лариса Александровна, Осипова Алена Александровна, Федорова Татьяна Евгеньевна, Сомова Наталья Васильевна и Пенигина Людмила Викторовна. Всех преподавателей фортепианного отделения отличает высокий профессиональный уровень. Все педагоги отделения имеют многолетний стаж и большой опыт преподавания. Учащиеся фортепианного отделения постоянно принимают участие в концертах школы, города и района, а также в конкурсах разных уровней. В Краевом конкурсе юных пианистов «Наши надежды» город Чита, в Международном фестивале конкурсе «Планета талантов» город Улан-Удэ, в Международном фестивале детского и юношеского творчества «Гуранёна» город Чита, в Пятом международном конкурсе среди творческих коллективов и солистов «Первые ласточки» город Краснодар. В настоящее время продолжает своё профессиональное обучение на Маконова Полина, студентка ГПУ Забайкальское краевое училище искусств города Чита. На протяжении всей истории школы, самых первых дней её существования, педагоги-теоретики всегда были настоящими профессионалами. Высокий уровень преподавания теоретических предметов, творческое отношение к работе, чуткость и внимание к детям – эти качества отличали всех, кто работал и работает в настоящее время на теоретическом отделе. Это Сомова Наталья Васильевна, преподаватель сольфеджио, музыкальной литературы, слушания музыки и музыкальной грамоты, Мельникова Светлана Владимировна, преподаватель хора, Пенигина Людмила Викторовна, преподаватель сольфеджио, истории хореографического искусства, слушания музыки и музыкальной грамоты. Учащиеся отделения постоянно принимают участие в межрегиональных и краевых олимпиадах по теоретическим дисциплинам, тем самым повышая свой профессиональный уровень знаний. Русский народный инструмент – это в первую очередь музыкальный инструмент, на котором прекрасно звучит любая музыка в любом жанре. На отделении русских народных инструментов работает 7 педагогов, из которых 6 являются выпускниками школы. Заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Михайлович Валеев, преподаватель по классу «Баян». Заслуженный работник культуры Читинской области Афанасьев Евгений Геннадьевич, преподаватель по классу «Баян». Заслуженный работник культуры Забайкальского края Олег Иннокентьевич Ковалев, преподаватель по классу «Гитара». Анна Владимировна Валеева, преподаватель по классу «Баян» и Оркестра русских народных инструментов. Наталья Юрьевна Лерик, преподаватель по классу аккордеон, Казанова Ирина Николаевна, преподаватель по классу баян, Загвоздкин Андрей Владимирович, преподаватель по классу гитара. Подлинным украшением школы и отделения является ансамбль «Лошкарей» руководитель Лерик Наталья Юрьевна и учебный оркестр русских народных инструментов руководитель Валеева Анна Владимировна. Эти коллективы принимают активное участие в концертной жизни школы города и района. Публика всегда их встречает тепло и с восторгом. Учащиеся отделения принимают участие в международных, межрегиональных и краевых конкурсах и фестивалях, таких как Международный конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов имени Будашкина, город Чита, Межрегиональный фестиваль-конкурс «Петровская копель», город Петров-Забайкальский, Международный фестиваль-конкурс «Планета талантов», город Улан-Удэ, Забайкальский межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах Дени Гармоники в Забайкалье, город Чита, Международный музыкальный конкурс «Найдал-2014», город Улан-Удэ, Международный конкурс среди творческих коллективов и солистов «Первые ласточки», город Краснодар и добиваются хороших результатов, становясь лауреатами и дипломантами. 1995 год. Год рождения отделения хореографии. Именно с этого момента детская музыкальная школа получает статус детской школы искусств. Руководителем отделения стала Пинченко Татьяна Юрьевна. За это время отделение выпустило более ста выпускников, среди которых и Екатерина Владимировна Довоян, сегодня директор детской школы искусств. Питых Олесе, методист-хореограф, дворца культуры и спорта города Петровск-Забайкальский. В настоящее время продолжают свое профессиональное обучение выпускники отделения Купцова Валерия, студентка третьего курса «Голос по Забайкальскому искусств» и Пинченко Ксения, студентка четвертого курса «Сгаки, город Улан-Удэ». На отделении хореографии начинающие танцоры постигают основы классического, народно-сценического, историко-бытового танцев, ритмику, гимнастику, изучают историю хореографического искусства. Через танец ребята знакомятся с историей его развития и бытования в различные эпохи, знакомятся с культурой народов, проникаются уважением к его традициям, получая гармоничное развитие. Неотъемлемая часть учебного процесса на отделении – это концертная деятельность. Она представляет итоги определенных этапов современной работы преподавателей и учащихся, общественную оценку выражает радость творчества. В отчетных концертах школы выступление хореографического отделения – яркий праздничный момент. Учащиеся отделения являются непременными участниками школьных, городских, районных и краевых мероприятий, а также всероссийских и международных конкурсов, где становятся лауреатами и дипломантами, покоряя своими танцами города России и за ее пределами. В 2015 году танцевальная группа «Флекс» руководитель Доваян Екатерина Владимировна посетили Финляндию, город Турку, где приняли участие в международном фестивале «Зимняя рапсодия» и стали лауреатами первой степени. Детская школа искусств – прекрасная школа общения, где закладываются основы дружбы, взаимовыручки, ответственности, умение сочетать общественные и личные интересы, испытывать радость коллективного труда, воздействующего на каждого ребенка физически, эстетически и нравственно. Для многих выпускников нашей школы день окончания школы не становится днем прощания с музыкой или танцем. Кто-то выбирает это своей профессией, а для кого-то музыка и танец остаются на всю жизнь одним из главных и серьезных увлечений. За всем этим стоит труд преданных своему делу, влюбленных в свою профессию преподавателей, открывающих замечательный мир музыки своим воспитанникам. И сегодня с уверенностью можно сказать о весомом вкладе педагогического коллектива Детской школы искусств города Петровско-Забайкальского в развитии музыкальной культуры региона. Школа не стоит на месте, она живет и развивается. В этой творческой устремленности залог плодотворных завтрашних совершений. Любя и прививая любовь учеников к музыке и танцу, школа сохраняет национальное культурное достояние России. Музыка – тончайшая материя, говорящая напрямую с душой человека, чувствовав в чистом, почти материальном виде. Музыка – это когда слова больше не нужны, потому что язык ее универсален. Музыка – это когда слова не так уж и важны, потому что они появятся после. Музыка – это когда слова больше не нужны, но еще не умеут. как мякангальけど плодотворил Музыка – это когда слова больше не нужны, чтобы ламбардироваться. Продолжение следует...